как вы уже наверное заметили на минувшей неделе у нас не было выпуска посвященного оперативному совещанию и это не потому что мы обленились или о чем-то забыли это потому что наше любимое правительство правительство республики башкортостан на прошедшей неделе оперативное совещание проводила белка тайском районе на выезде а там как известно при отступлении еще белогвардейцы отключили интернет а советская власть его не восстановила так что мы не имеем фактуры для вот этого выпуска по оперативки са и вот соответственно произошла такая дырка в сетке но мы старались мы все-таки выпустили два коротких ролика которая надеюсь вам понравились напишите в комментариях как вы относитесь к такому формату а мы приступаем к обзору событий за прошедшую неделю первого декабря в первый день зимы в аэропорту уфа в его международном секторе совершил посадку бизнес джет эмбраер борт совершал рейс дубая уфа принадлежит авиалайнер немецкой компании аэргамбург и это не простой самолет это шикарный самолет в котором по желанию заказчика может быть либо 6 спальных мест либо 13 сидячих мест жека мониторы blu-ray телевидение спутниковый телефон различные зоны пребывания все вот один самолетик максимум на 13 человек предположительная стоимость перелета дубая уфа исходя из прайса компании аэргамбург составляет примерно четыре с половиной миллиона рублей некоторые сми в республике предположили что именно этим самолетом прибыл ради фаритович хабиров наш без сомнения дорогой ради фаритович хабиров который обходится нам и так в 456 миллионов рублей в год и прибыл он из отпуска вместе с семейством и компании но это всего лишь предположение интересно было бы узнать кто оплачивал перелет немецкого самолета из дубаев в уфу потому что зарплаты хабирова на подобные шалости и подобные приятности очевидным образом недостаточно какая-то коммерческая структура за подобные перелеты платить просто не не должна не имеет права иначе это будет а очевидная взятка платили может быть друзья товарищи может быть он взял ипотеку мы не знаем но вот это очень важный вопрос кто оплатил перелет надо отметить что вопросы с оплатой перелетов возникают у хабирова не первый раз на заре его карьеры главы республики башкортостан многие уже подзабыли но было вот это и загадочная история с перелетом джета компании utair из сочи в уфу так и осталось неоплаченным это все хотя были подписаны и акты исполнения работ самолет действительно прилетал это все фиксируется специальными системами и отрицать перелет и того и другого самолета кстати абсолютно невозможно но вот с оплатами были проблемы тем более интересно как было в этот раз встречали хабирова в уфе цветами в прямом и переносном смысле я говорю о том что невезызвестное хозяйственное управление администрации главы республики башкортостан объявил конкурс на закупку цветов для украшения белого дома ни много ни мало на 3 миллиона рублей в конкурсной документации довольно подробно расписано условия когда и куда нужно доставлять цветы причем цветы должны и доставляться круглосуточно в течение буквально нескольких часов только одна лишь композиция напольная из живых цветов например обойдется налогоплательщиков 38 тысяч 800 рублей вот такие аппетиты у дорогого радио фаритовича при том что приходит на ум аналогия с президентом великой франции саркази который чуть было не решился своего поста закупив цветов для елисейского дворца всего лишь на 5000 евро что в переводе на российские деньги означает 400 тысяч рублей хабиров круче саркази почти в 10 раз ну в общем конечно уму это все непостижимо в башкирии новый прокурор республиканским прокурором становится игорь станиславович понтюшин он прошел все шаги согласования и в совете федерации и в собственном ведомстве и путин его представил собственно это не обсуждается и понтюшин становится прокурором республики башкортостан да ранее он возглавлял прокуратуру владимирской области где прославился с жесткой позиции в отношении коррумпированных чиновников и чиновников предоставляющих недостоверные данные о доходах дошло до того что а понтюшин потребовал от губернатора владимирской области отправить в отставку собственного зама за недостоверную подачу информации о доходах известен понтюшин также тем что требует неукоснительного исполнения своих обязанностей от подчиненных и вообще порядка в ведомстве наследие игоря станиславовичу достается конечно очень спорное и трудно его предшественнику господину ведерникову не удалось вернуть репутацию ведомства в республике после вот этого грандиозного скандала с золотыми прокурорами ведерников как-то немножко слился вот если кратко и в целом описывать его трудовой путь здесь в республике башкортостан и мы конечно возлагаем определенные надежды на приход господину понтюшина в том смысле что поле непаханное у него для деятельности в том смысле что если он такой принципиальный тут ему есть где развернуться а башкирские чиновники засиделись своих болотцах и практически любого круга высокопоставленного чиновника бери и сажай ну в общем работа для него найдется хватит ли у него запала хватит ли у него принципиальности и возможности для того чтобы реализовать это все посмотрим сможет ли он вернуть репутацию ведомства в республике тоже станет видно в ближайшие месяцы скандал который закатила лера и где самого по поводу недостаточного внимания к ее персоне персоне министр финансов республики башкортостан вызвал пристальное внимание собственно конечному итогу работы лиры закуана на я говорю о бюджете республики бюджет республики сейчас проходит второе чтение в республиканском парламенте внимательно посмотрев на содержание бюджета мы приходим к выводу что лиры где со мной еще то волшебница чудес а действительно в бюджете хватает например госпожа где самого не включила в бюджет на будущие два года расходы на борьбу с пандемией коронавируса вообще но объяснила она это на удивление наивно дословно цитирую ожиданием эффекта от уже вложенных государственных средств конец цитаты то есть лера законно министр финансов не министр здравоохранения единолично определила что тратится на борьбу с пандемией больше уже не нужно в республике башкортостан или она что-то знает или нам просто что-то неизвестно либо лера закуановна считает что может быть сама рассосется но остается он только уповать на то чтобы госпожа где самого не стала ждать и требовать дивидендов от уже вложенных государственных средств это было бы совсем смешно на минувшей неделе буквально грумом среди пасмурного неба разразилась тирада голосом похожим на голос министра жилищно-коммунального хозяйства и я говорю об этом скандале с аудиозаписью которую выложили в интернет и в которой голос поразительным образом похожий на голос министра жкх алана морзаева распекает собственных подчиненных весьма экзотических я прям скажу нецензурных выражениях установить с кем не списке какой район у тебя по каким улицам будет выезжать вот эту ночь всю ночь и работаете завтра утром тоже дело я не знаю как ты будешь выкручиваться твои проблемы я бы не работали до сих пор вы будете эти дни завтра надо все вырезать максимально начинаем центральных улиц и уходим по бокам приезду шефа все должно быть от скидывай мне улицы а сам буду и ночью объезжать вечером сейчас после работы буду обещать кто где работает начинайте с тротуаров еще раз в тротуаров начинайте на дороге выкидывать и потом уже убирайте дороги тирада это примерно на 50 процентов состояла из акцентной лексики и по сути была набором указаний и пожеланий по уборке города уфы к приезду дорогого радио фаритовича на удивление терпимо отнеслись к этому событию жители республики и обитатели интернета практически единогласно решив что в принципе подобное допустимо многие вообще считают что только таким языком можно разговаривать с коммунальщиками города уфы но я точно не знаю что это было общее снижение уровня культуры коммуникации власти либо специфика лексическая специфика отрасли или это просто рабочие моменты которые в принципе не должны были выходить за границы кабинетов но точно знаю что гражданин хамитов это руководитель управления коммунальных коммунальной службы города уфы поступил на мой взгляд некорректно слив этот разговор в интернет ну еще я конечно присоединился к мнению о том что хорошо что алан викторович у нас министр жилищно-коммунального хозяйства а не культуры или образование вот это было бы не здорово в остальном как выясняется согласно мнению наших граждан подобные разговоры в области жкх вполне себе в порядке вещей много событий происходило в городе уфе в последнюю неделю но прежде чем перейти к обсуждению этих событий я хотел бы поделиться одним наблюдением и наблюдение такое что посчитав администрации в новейшей истории города уфы и отбросив в сторону мэрства господина нагуманова и муслимова которые правили уфой менее года каждый я с удивлением обнаружил что администрация господина грекова это шестая администрация в новейшей истории города уфы к сожалению вы но неизбежно напрашивается аналогия с чеховской палаты номер шесть и с каждым днем для нас становится это все очевиднее повторюсь увы и ах самым обсуждаемым событием в столице республики башкортостан на прошедшей неделе стал конечно снос гостиницы олимпик парке многолетний спор бизнесменов и администрации города завершился визитом иностранных рабочих с кувалдами под присмотром и под охраной судебных приставов иностранные рабочие одеты в спецовке adidas буквально кувалдами стали выбивать зеркальное остекление гостиницы сносить дорогостоящие стеклопакеты и рамы но в общем выглядело это конечно совершенно жутко вызвало абсолютно адекватную реакцию у населения которое спрашивало ребята зачем вы это делаете они как по-другому нельзя и тут я присоединюсь к тем кто вот подобным образом реагирует и задаю вопрос нашему мэру сергей николаевич а действительно по-другому нельзя было без уничтожения дорогостоящего имущества пускай даже и не вашего ну вот это четко характеризует действия нашего мэра ну в конце концов это вообще как-то не по-божески сергей николаевич а вам понятно о чем я говорю но действительно надо признать что косяки у этих бизнесменов с оформлением земли были единственное что их оправдывает это то что возводилась эта гостиница в спешном порядке к шоссу бриксу и тогда елалов уговаривал их построить эту гостиницу потому что она действительно была нужна а землю он клятвить обещал оформить но скоро скоро ну как говорится садясь играть с шулерами приготовьтесь расстаться с деньгами вот собственно бизнесмены которые построили эту гостиницу теперь и расстаются с деньгами потому что елалов своего обещания не выполнил ну в принципе вот история с этой гостинице должна быть абсолютным уроком для тех кто собирается или планирует сотрудничать с мэрии уфы с этой вот палатой номер шесть скажем например в преддверии 450-летия города уфы любые работы любые контракты нужно делать на условиях деньги и документы вперед уфимский сегмент авито наводнен объявлениями о продаже автобусов марки пас и дело тут в том что мэрия потребовала к 25 декабря убрать все транспортные средства этой марки с улиц уфы ну помните хабиров же обещал нам что с 1 января 2022 года мы больше пазики в уфе не увидим однако есть одна заковыка как сообщает нам руководитель ассоциации перевозчиков в уфе сложилась странная ситуация новые маршрутные карты на новые уже купленные взамен пазиков автобусы мэрия почему-то не выдает частные перевозчики уже обвинили мэрию в незаконных преференциях в адрес баш автотранса дескать мэрия препятствует деятельности частников для того чтобы баш автотранс получал большую выручку так или нет я не знаю но уже частные перевозчики уфы обратились к господину бастрыкину с требованием навести порядок в перевозках в уфе ну помилуйте бастрыкин же он ведь не не резиновый за последние буквально пару недель огромное количество обращений проблем свалились на голову александр бастрыкина только из башкортостана тут вам и незаконное изменение генплана уфы тут вам и мэр генштерн теперь тут автобусы но я боюсь что бастрыкин или лопнет или просто откаживаться обслуживать республику так или иначе буквально в январе мы узнаем обернется ли подобная транспортная войнушка транспортным коллапсом до января буквально рукой подать и нам станет понятно удлинится ли срок ожидания автобусов на остановках как сообщают очевидцы уже сейчас во многие районы города довольно трудно уехать посмотрим что у нас случится в 2022 году слава всевышнему не все инициативы уфимской мэрии доходит до реализации я говорю о том что правоохранительные органы и всевозможные контрольные органы федеральные худо-бедно пресекают какую-то часть вот этих вот безумных инициатив и в данном случае мы говорим о том что на прошедшей неделе федеральная антимонопольная служба остановила заключение контракта на вторую очередь благоустройство парка кашкадан в народе уже зовут этот парк золотым озером там действительно уже утоплено столько денег что наверное можно было целый байкал выкопать мы помним как ради фаритович с восторгом рассказывал о 40 тысячах самосвалов с грязью выведенных из кашкадана но в общем все вот эти вот завиральные истории оборачиваются для нас миллионными миллиардными затратами в общем фас удалось на этот момент открыт от отключить отменить заключение контракта на вторую очередь благоустройства что будет дальше мы узнаем в последующем а что же греков спросите вы греков в лучших традициях пациентов и палата номер шесть увлечен делами никак не связанными с его должностными обязанностями например он с увлечением обсуждает перспективы развития так называемой северной ходьбы в уфе с известной спортсменкой ириной слуцкой ну хотелось бы во первых обратить внимание нашего обожаемого мэра на то что без лыжных палок уже и так трудно добраться в некоторые районы и дворы города уфы тут никакого развития северной ходьбы вовсе не требуется а для тех кто не знает что такое северная ходьба я поясню таким странным термином теперь у нас в россии называется та самая скандинавская ходьба судь по всему слово скандинавская оказалось недостаточно политкорректным и вот подобрали такой термин но непонятно почему бы это не было например сибирская беготня или какой-нибудь полярный полярный ход но в общем вот так теперь в россии называют ту самую скандинавскую ходьбу с палками которые увлекаются миллионы людей во всем мире традиционно напоминаем вам о необходимости лайкать наши видео если они вам действительно понравились не ленитесь сделайте незаметное движение мышкой нажмите на палец вверх и будет нам счастье дело в том что чем больше лайков тем больше у нас просмотров тем больше нас просмотров тем выше видео в рейтинге youtube и тем больше наших зрителей увидит это видео я считаю что все мы в этом заинтересованы мы уже упоминали о чрезвычайной ситуации режиме чрезвычайной ситуации который был введен в баймакском районе в связи с эпидемией модулярного дерматита крупно рогатого скота на прошедшей неделе стало известно что в одной из деревень этого района принято решение об уничтожении всего крупно рогатого скота принудительно изымаются коровы овцы и прочие крупно рогатый скот у населения изымаются по символической цене 140 170 рублей за килограмм живого веса и местные жители возмущены тем что в процессе изъятия даже не составляются у многих жителей акты об изъятии теперь они не знают как им получать компенсацию исходя из каких документов я очень надеюсь что это какие-то разовые случаи и общем-то инциденты исполнения но тем не менее волнение это вызывает также жители района обеспокоены как бы вся эта ситуация не интерполировалась на все остальные населенные пункты и это не приняло массовый характер и недоумевают почему ветеринарные власти республики даже не попытались остановить пандемию вот в этой деревне не попытались лечить животных а приняли решение об уничтожении но в целом конечно это в стилистике нашей современной российской власти взять и сжечь с 26 по 29 ноября в уфе прошло предпоследнее заседание суда на котором судили предполагаемых мошенников миловского парка на скамье подсудимых трое тот самый ком лев некий арабов и некий рыцов это троица обвиняется прокуратурой по статье 159 уголовного кодекса российской федерации это мошенничество вменяют похищение денег там завладение обманом и так далее и так далее прокуратура требует просит суд отправить в тюрьму в реальное заключение этих граждан вплоть до 8 лет ну в деле 200 томов речь идет о бесследно исчезнувших двух миллиардах рублей которые дольщики принесли на строительство от этого жилого комплекса миловский парк и эти деньги исчезли подсудимые заявляют что они ни в чем не виноваты не признают свою вины ни в чем не раскаиваются и вообще придерживаются контекста того что вообще она сам сама так получилось они ни в чем не виноваты деньги добросовестно и тратились но как-то вот их не хватило но очевидцы те кто были на вот этом судебном заседании из числа дольщиков говорят о том что комлев и его подельники вели себя вызывающие абсолютно уверены в счастливом исходе суда для себя откуда это уверенность взяла совершенно непонятно потому что ну судя по фактической стороне конечно тут говорить не о чем но мы несут и мы не обвиняем пока нет решения никого ни в каких уголовных деяниях однако чисто субъективной точки зрения мне кажется что тут все понятно и при этом господин комлев и его сотоварищи ведут себя вызывающие очень уверенно как я уже говорил есть представление о том что у них действительно очень крепкая крыша и эта крыша не допустит того чтобы они были осуждены узнаем мы так это или не так только 17 января суд почему-то отложил окончательное решение вынесения приговора аж на полтора месяца и я недоумеваю и как говорится взываю к правосудию неужели и эти уйдут безнаказанными